В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Ирина Львова. Здравствуйте! Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам регионов до 15 ноября подумать над введением скользящего начала учебного года в школах и вузах. Об этом говорится на сайте Кремля. Изначально предложение о переносе старта на разные даты с 1 по 15 сентября поступило от помощника главы государства Игоря Левитина в июле этого года. Вопрос поднимался в связи с тем, что многие россияне из-за начала учебного года вынуждены прерывать свой отдых, несмотря на то, что в этот период летний сезон в той или иной мере заканчивается далеко не везде. Игорь Левитин привел в пример Испанию, Италию и Францию, которые уже сделали скользящий график из-за туризма. 40 одаренных детей из многодетных семей Севастополя будут получать стипендию из городского бюджета. Об этом заявили в Департаменте труда и социальной защиты населения. Претендентов было 103. У всех особые достижения в разных областях – культуре, спорте, образовании. Лучших выбрала специальная комиссия. Среди стипендиатов – призеры городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований. В рамках государственной программы «Социальная поддержка семьи и детей города Севастополя на 2015 год», утвержденной постановлением правительства, мы определили размер стипендий 800 рублей в месяц, количество стипендий 40 человек. Стипендии будут выплачиваться в течение четырех месяцев, а затем уже будет новое заседание комиссии. Мы определимся на перспективу. Список детей, которые получили наиболее высокие результаты – 40 человек. От Департамента образования – 22 кандидатуры, от Управления молодежи и спорта – 16 кандидатур, от Главного управления культуры – 2 кандидатуры. Юным стипендиатам сертификаты в торжественной обстановке вручат уже через неделю. Денежные выплаты одаренные дети будут получать до декабря. С 2016 года комиссия рассмотрит новый список претендентов. Сохраны жилищного фонда, много квартирных домов, штрафные санкции за незаконные постройки, оказание услуг физическим и юридическим лицам. С такими вопросами севастопольцы могут обратиться в Государственный жилищный надзор. Орган исполнительной власти в нашем городе функционирует с июля 2014 года. За это время в ведомство поступило свыше 850 обращений. В первую очередь вопросы касались реконструкции и перепланировки жилых помещений, создания товариществ собственников недвижимости, назначения административных штрафов и ликвидации незаконных пристроек. По словам исполняющего обязанности начальника Государственного жилищного надзора города Севастополя Владимира Дагриджана, на сегодняшний день сотрудники структуры активно консультируют граждан по вопросам жилищного законодательства России. Основная цель доведения до собственников и до управляющих организаций – жилищное законодательство Российской Федерации. Сейчас ставится основной упор, чтобы организации и специалисты обучились этому направлению, для того, чтобы качественные услуги могли предоставить нашим гражданам. Вот основная цель сейчас, на сегодняшний момент, Государственного жилищного надзора города Севастополя. Следственные органы разыскивают мужчину, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Расследуется уголовное дело по факту убийств 19 пожилых женщин, которые проживали в Республике Татарстан, Мариэл, Худмуртии и Пермском крае, Нижегородской, Свердловской и Ивановской областях. Кроме того, на территории Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов произошло еще 13 аналогичных преступлений, которые рассматриваются следствием, как совершенные тем же лицом. В настоящий момент информации, кто именно причастен к убийствам пожилых женщин, правоохранители не располагают. Но известен ряд примет и составлен фоторобот. Итак, это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста, около 175 см. Худощавое телосложение, при этом физически развит, имеет сильную выраженную восточную внешность. Был одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь. Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 7978-936-8052 или 102. Жизнь в городе может быть удобной и без машины. По крайней мере, в этом уверены экологи. Сегодня в мире проходит акция «День отказа от автомобилей». Всем водителям рекомендуют не ездить на машинах, а пересесть на более экологически чистый вид транспорта, например, троллейбус. Съемочная группа информационного канала «Севастополя» сегодня утром наблюдала, кто из севастопольских политиков пришел на работу пешком. Без четверти 8. Пешком на работу идет губернатор Севастополя. Обходы и объезды для него обычная практика. Однако подобные прогулки очень не любят коммунальщики, потому что сразу получают поручения. Счетовникам полезно ходить пешком или обходить территорию, на которой они находятся. Ну и в том числе иногда и объезжать, конечно. Но тем не менее, я думаю, когда соответствующие должностные лица идут по городу и по улицам, они своими глазами видят, что творится на улицах и видят людей. И поэтому люди к ним в это время могут обратиться и высказать как свои пожелания, так и свои замечания, просьбы, предложения, жалобы. Я думаю, что это нормальная практика, когда люди, чиновники ходят по городу. Идея прийти на работу пешком вчера на аппаратном совещании рассмешила госслужащих. А уже сегодня утром по улице Лазарева, размахивая портфелем, спешит в свой кабинет замгубернатора Алексей Еремеев. Примерно в это же время по улице Ленина спускается второй заместитель Александр Пушкарев. Ну, как сказали, надо пешком без машины. На троллейбусе или пешком? Пешком. Акция «День без автомобиля» впервые прошла во Франции в 1998 году. Сейчас эту инициативу поддерживает почти 100 городов по всему миру. В этом году в России мероприятие проходит в 24 городах. Однако на практике автовладельцы в своем большинстве игнорируют инициативу. И хотя в правительстве Севастополя на день решили отказаться от автомобилей, площадка перед зданием на Ленина-2 все равно постепенно начинает заполняться автотранспортом. Мы с Олегом Викторовичем едем сегодня на гидроузел номер 3. И мы едем на полигон проверять его работу, потому что к нам едет замминистра Минстроя России, один Андрей Владимирович Тибицев. Поэтому, к сожалению, ну никак, на велосипеде туда не доедешь. Но после обеда обязаем машину поставить и обязательно без нее ездить. Без машины в современном мире никуда, уверены таксисты. Они и так ежедневно возят тех, у кого собственного автомобиля нет. У них количество заказов зависит не от погоды и даже не от акций. Трудно угадать. Дождь не влияет, похоже. Если денег нет, то у человека какая разница. Дождь не дождь. Кто опаздывает? Тогда как. Это как игра. В Москве акция «День без автомобиля» проводится с 2008 года. Столичные власти на сутки снижают расценки на общественный транспорт, выпуская специальные билеты. Возможно, в следующем году эту практику введут и в Севастополе. Анна Малышко, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. В Севастополе появится новый праздник – День гимна города. Об этом идет речь в указе губернатора Сергея Миняйла о праздничном дне. Документ от 21 сентября опубликован на официальном сайте правительства. В нем говорится, учитывая важность исторического и культурного наследия в жизни и развитии города, песни «Легендарный Севастополь» объявить 4 октября 2015 года праздничным днем – Днем гимна города Севастополя. Отметим, первое исполнение песни состоялось почти 61 год назад – 17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий, посвященных столетию начала первой героической обороны Севастополя. Тогда на флотском стадионе в сопровождении сводного военного оркестра песню «Ваному Радели» на стихи Петра Градова впервые спел 5000-й объединенных хор моряков, горожан и участников художественной самодеятельности. У меня на этом пока все. Не прощаюсь с вами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова